И постоянно в том или ином местности, в этом дуне, мусульманская община, мусульмане страдают. И если в одном месте заканчивается страдание нашей умы, то это страдание начинается в другом месте, и вот так оно чередуется. То есть в то время, мои братья, когда для нас, для истинно верующих людей, для людей, которые соблюдают, практикуют ислам, очень сложно. Очень сложно, и мы можем сказать, что те люди, которые сегодня отличаются от общества в этом дуне, соблюдением правильной жизни, правильной жизнью, праведностью, соблюдением религии Аллаха, сужаются эти дороги, пути этого дуня, и очень сложно. Однако мы должны знать, что дуня, что эта дуня, это место испытаний. И на самом деле, мои уважаемые братья, если мы видим какие-то испытания, это нормально. Это нормально, потому что, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, эта дуня на самом деле является тюрьмой для верующего человека. Также, уважаемые мои братья, радует одно, радует одно, когда мы видим, когда мы знаем, что есть много испытаний, и когда мы знаем, что мы их проходим, на таваккаль ау Аллаха, уповая на Аллаха, есть, конечно, радость даже в смерти. Потому что для верующего человека смерть, это преграда между встречей со Всевышним Аллахом, субханаху ата'аля. Поэтому для нас это радостная встреча, иншаллах, пусть она такой и будет тоже. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, в своем достоверном хадисе сказал, у нас есть шестой, у нас есть толпы нашей веры, аркану-ль-иман, и одним из толпов считается верить в День Великого Суда, который очень часто повторяется в Куране. Если вы верите в Аллаха и верите в День Великого Суда, это очень часто повторяется в Куране, и в Сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Мы знаем, это очень жесткое время, это очень тяжелый период для нашей умы, для всего человечества. Конечно, будут люди, которые будут под сенью Арша, и они будут исключением. Однако все остальные увидят этот период, это очень трудный период. Мы про это часто говорим, знаем в принципе, что это значит. Мы знаем, что это сложно, мы знаем, что одна нога на одной ноге будут тысячи ног, когда будут люди одни впадут, тонут другие, клокотание умы будет великое в этом День, мои братья. Однако, Аллаху Тааля сделал некоторые признаки. Вот мы спрашиваем, какие признаки Судного дня. И, например, даже при Пророке был такой интересный вопрос, когда один бедуин спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, во время хутбы, маттаса айя, Расул Аллах, ну когда же будет День Великого Суда? Мы тоже это спрашиваем, когда будет День Суда, какое число, какое время и так далее. Аллаху Тааля нам не раскрыл это, и в Куране Ас-Салам тоже говорит, я салю на Коране Ас-Саа, они будут тебя спрашивать Ас-Саа, они будут тебя спрашивать Одни Великого Суда. В основном это мушрики того времени, язычники, они высмеивали мусульман, и они спрашивали, и Мухаммад говорит Одни Суда, так когда же он наступит? И вот так они высмеивали, а некоторые спрашивали, спрашивали, однако, ильм, ильдаллах, только Аллах знает, когда будет День Великого Суда. Однако, посланник Аллаха нам оставил некоторые признаки, мои братья. Есть малые признаки, есть большие признаки. Малые признаки, их сотни, их очень много. Ну, я думаю, если мы выйдем просто по Шахару в Махачкале, мы уже видим эти признаки. Зайдем в Инстаграм, там тоже мы видим эти признаки, как вот это смещение полов. Мужчина-женщина уже различить трудно. Что там творится, какой разряд, поведение людей. Даже людей, которые якобы соблюдающие. Ихнее поведение, конечно, оставляет желать лучшего. Особенно, как говорится, хизбу-шайтан среди людей, можно сказать. Это женский батальон, это, конечно, искушение для мужчин нашей умы. И эти женщины, к сожалению, порой бывает впечатление, что у этих людей, мужчины, умерли. Ихнее поведение, как они себя ведут, как они разговаривают, что они делают, и, азубиллях, это просто, честно говоря, лучше к этому и не привыкать. А когда смотришь, это плохо. Это эти люди, конечно, будут отвечать перед вами, спхану-талли. И действительно, это искушение для мужчин. Большая фитна, мои братья, посланник Аллаха говорил, что для нашей умы есть испытание в богатстве. Но мы сейчас не про это. И в женщинах, которые будут делать фитна, их фитна, их смута намного жестче, сильнее, влиятельнее, чем фитна даже самого шайтана. Потому что там, где шайтан не справляется, он обязательно это делает через женщину. Мы сегодня это видим тоже. Если что-то, мусульманин хочет соблюдать религию, даже у него дома женщина будет против него. Почему так? Почему у него так? Ты не мужчина, что ли? И так далее. Воспитывать детей старается тоже женщина. Ты сам какой был? Ты в детстве сам был такой? Что ты сейчас ему там ум и разум учишь? Ну, в большом смысле, я не виню, но таков факт, мои братья. Таков, конечно, факт. Мы никого не оскорбляем, не унижаем, но это то, что есть. Возможно, это и наша, может, слабость, наша слабость нашего слова. Аллаху Алям, но такое мы сегодня видим. Ну и распространение разврата, прелюбодеяния. Сегодня к большому, это из маленьких грехов. Мы к большим еще не перешли признакам. Это еще маленькие признаки. Распространение разврата тоже. Два молодых человека сидят между собой. Ну, казалось бы, имена мусульманские, вроде бы мусульмане. Два человека могут просто гордиться, что он сколько-то половых актов совершил, незаконных, небрачных. И это гордость. Я сколько-то сделал. Другой говорит, а я вот столько-то. Это сегодня в норме вещей. Оскорблять друг друга. Лецензурная брань. Гулянки. Это все нам не подобает. Но это сегодня распространилось в мои братья. И даже больше, я скажу. Мы сегодня, знаешь, как говорим? Мы говорим вот так. Если общение между противоположным поламе есть, мы это уже считаем не то, что нормой. Мы скажем, ну, они всего лишь общаются. Ну, хотя бы, а что они должны прелюбодить? А где они делать? Или что они должны делать? Или перед тобой? А кто же мы там? Но это тоже харам. То есть, настолько мы привыкаем к этому, мои братья. И это один из признаков приближения Дня Великого Суда. Это тоже признак. Распространение воровства, убийства. Например, мы говорим про высокие вещи. Даже слово. Вот когда мы даем слово, и мы его не соблюдаем. Это тоже признак. Приближение Дня Суда. Например, слово данное мужчиной. Пускай мужчина умрет, но не слово. Такое пословице же. Пускай мужчина умрет, но слово пускай не умирает. В исламе тоже слово играет большую роль. Обещание и так далее. Один из качеств лицемера, это человек, который дает слово, и его не соблюдает. Это тоже признак приближения к концу света. И вот большие, ну, маленьких очень много. Посланник Аллаха сказал, саламу алейху 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 а Фаза Кореон упомянул их, а Духан, это будет дым, который снизошлется с неба, и люди будут бояться, они не будут видеть хорошо, это будет такой густой дым, и люди будут находиться в страхе, это один из признаков, далее Даджал, Антихрист, Антихрист тоже является одним из признаков приближения к концу света, когда мы говорим про Даджал, сегодня тоже много Даджаля есть, помимо самого Даджаля, конечно, Даджалюны их много, ну вот будет самый главный среди них, далее Дабба, животное, которое будет смотреть, указывать на человека, он Кафир, Фасик, Му'мин, Кафир, Фасик, Му'мин, Мунафик и так далее, то есть Дабба, есть такое создание, животное, которое будет каждому человеку указывать его место, его положение, Далее, Солнце станет с запада, обычно с востока, Меншурукиха, а они, Мин Магрибиха, он выйдет, это тоже будет знамение, между прочим, когда солнце так выйдет, покаяния приниматься уже не будет после этого, человек, который принял Ислам, его Ислам не примется, человек, который покаянется, его покаяние не примется, его идеи не будут приниматься, и люди будут просто жить после этого, фактически, но об этом уже подробно далее будет. И также неспослание Ииса, также Яджуч, Маджуч и три сильных землетрясения, три сильных поглощения, это будут сильные землетрясения на Машрик, на востоке, на западе и Джазират-Уль-Араб, на Аравийском полуострове, это будут настолько мощные и огромные по территории землетрясения, мои братья, что они будут поглощать некоторые войска, некоторые народы уйдут под землю, говорят. И Ах, Ирудалик, и последнее, что случится, это выйдет огонь со стороны Йемена, который всех людей погонит уже на Махшар. Это хадис, который говорит имам Муслим, рахима улах. Есть такой момент, многие спрашивают, имам Махди, и вот эти признаки, какой его признак, и так далее. Мои дорогие братья, когда будет День Великого Суда, какой из себя будет Махди, какой будет из себя Даджаль, это информация, какую пользу может принести человеку, который после Русмана может грех идти совершать, когда он за это харам. Это нам пользы не принесет, если здесь у нас нету. Ну, например, человек курит, образно говоря, он знает, что это харам курит, но он же курит, он знает, что это запрещено, но он все равно курит. Почему? Потому что вера слабая. Здесь то же самое, если мы знаем Махди, его описание, что он будет такой, Даджаль будет такой, Яумаса будет в это время, какая польза, если мы не соблюдаем нашу религию. И поэтому посланник Аллах, когда бедуин спросил его, когда будет День Великого Суда, что посланник Аллах ответил? Он же не сказал ему, вот такое, такое время будет, нет. Он не сказал ему, что вот какие, даже признаки не назвал он там. Он просто ему задал вопрос, что ты приготовил для этого дня? Когда будет экзамен, какого числа он будет, в принципе, не важно, если ты к нему готов. Если ты не готов, много вопросов появляется. И посланник говорит, что ты для этого приготовил? И он сказал, и он что говорит? Аз-зака, вас-саля, вас-сиям. Да, у меня много постов тоже нету, нету много намазов и так далее. Ну, я люблю Аллаха и его посланника. Я люблю посланника Аллаха, саллаллаху али-вуссалям, сказал он. Человек будет с тем, кого он любит. Любишь футболистов, с тем будешь. Любишь там борцов, с тем будешь. Но я имею в виду любовь, конечно, не просто там, это может быть твой родной брат, ты его можешь просто любить. Здесь подразумевается, когда мы поглощаемся в жизнь этих людей. Мы знаем, что они кушают, как они ходят, их образ жизни, наши дети, их имена знают, их родители, родословные и так далее, достижения. Сколько у него было побед, это мы знаем. Но вы, братья, удивитесь. В Дагестане есть люди, если вы спросите, как зовут нашего пророка Мухаммад. Это же элементарно, это же не трудно. Есть люди, которые это не знают. Я бы не поверил, если сам не слышал бы эти вещи. Это не сон, это не фантазия, это не я придумал. В Дагестане есть люди, села, народы. Если вы спросите, кто наш пророк, он имя не знает. Они не знают имя просто, элементарно. Я дальше уже молчу. Поэтому, братья, если мы любим, это имеется в виду изучать жизнь. Если мы спросим, любого из нас, мы сейчас поднимем, начиная с меня, разницы нет. Спросим, мы любители Аллаха. В Аллахе, в Абилахе любим. Пророка в Аллахе любим. Но что мы про него знаем, это вопрос уже затруднительный. Поэтому любить, изучать, следовать. Следовать, Курану следует, Сунии, Посланники Аллаха, саллиллаху алейкумсалям. Это очень важно, мои братья. И, конечно, когда мы наставляем себя, тоже нужно наставлять в первую очередь. Раньше ученые наши говорили, почему трудно. Всегда же трудно бывает. Наставническая работа, деятельность, это нелегкое дело, мои братья. С людьми работать сложно. Потому что, когда в джамате ты что-то говоришь, по-любому одному может не понравиться. Одно не так поймет. Что не дай Аллахе, человек не придет в мечеть из-за моего одного слова. Я за это перед вам отвечаю. Поэтому это очень сложно, мои братья. И поэтому ранее ученые говорили, вот вся сложность в том, потому что было время, когда ученые бодрствовали, а люди спали. А сейчас ученые спят, а люди умерли. Вот так даже, вот аллегорит, приводят даже. Потому что одним из признаков приближения к концу света, хотим мы это или нет, возможно, нам это будет тяжело слышать. Это отсутствие богобоязненности, обладателей знаний. Информацию знает, а здесь ничего нет. Поэтому мы можем услышать, как какой-то человек любит имамское место. Его там не могут вытащить 10 человек. Когда он имамом его поставит, он скажет вам, такую речь-то я не хотел, меня заставили. Валлахи, вабилляхи, я бы не стал бы сюда имамом. Но когда время его снимать приходит, 10 человек вытянуть не могут его. Забыл он эти слова? Это мы, к сожалению, мы это видим. Обладает знаний, не обладает. Богатые будут жадными. Это мы тоже видим же. Человек может, я вот недавно, вот даже сегодня, видео смотрел одно. Один мужичок, мужик один. Если в день миллион будет тратить, миллион, если вы это видели, 300 лет у него уйдет на это. Не работает, просто миллион в день будет тратить. Такие деньги имеет. Ну, к таким людям подойди, там, замечай, что-то сделает. Он тебе так раскачает, что ты потом, бедолага, давай я тебе сам дам что-нибудь. Пакир. Жадность. Потом в сердцах людей милосердия не будет. Воу, 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 Субханаллахи-ль-Азим. Если ты в Аллахе, братья, просто поставишь какой-то человека, который нуждается в инстаграм, там комментарии обязательно будут люди, которые скажут, что за этого человека. Оскорбят там, ты такой, такой. То есть жестокость людей, это тоже поражает. Сегодня оно есть. Милосердия нет у нас в сердцах, у многих. Это один из признаков. Любви друг к другу нет. Вы это заметили, наверное, да? Если что-то человек не так делает, вот это он замечает. Все. Это он падает в голову. Но если он то хорошее сделает, это он не увидит. Одно плохое сделает, все. Это плохой человек. По силу даже разговор будет за него пускать. Что он такой? Но человек без ошибок не бывает. Мы люди, братья, не без ошибки. Если мы скажем, вот имам у нас, например, и человек скажет, хороший имам, но я за ним не следую, и заодно вот это. Ну ты же, но имам не пророк. Например, я говорю, лидер, разница имам, кто бы ни был, кого-то мы выбрали лидером, пускай он будет. Разницы нет. Идеальных людей же тоже нет, но мы опережаем плохое себя. Это тоже признак приближения конца света. Мы про большие, но большие из них пока ни один не был. Но когда начнется, это тоже мало не покажется, как говорится. Пускай он сделает из истинных мусульман, мои братья. Это к большому сожалению. Я не говорю, что когда мы говорим про это, мы не говорим, что в джамаате есть такое. Но Хузаев Алямани рассказывал, когда сподвижники пророка спрашивали, саллиллах 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 саллиллах, о достоинствах. Я всегда спрашивал о грехах. Были сахабы, которые о грехах его спрашивали больше, чем о достоинствах. Почему? Потому что когда человек грехи знает, он их оставляет, он их не делает. И когда мы про это знаем, мы также это оставляем, мы не делаем. Поэтому нам нельзя забывать, что есть великий отчет, мои братья, что эта дуня, оно проходимое. Есть много, есть и сегодня здесь на кладбище, поэтому мы каждый день кого-то, наверное, хороним, кого-то, как говорится, провожаем из этого дуня. Но мало кто из нас думает, что мы умрем. К большому сожалению, мы про это забываем. И когда мы спрашиваем про День Великого Суда, мы спрашиваем, что мы готовили для этого. И вообще, для кого-то День Великого Суда может начаться намного раньше, если он уйдет из этой жизни. Возможно, он не будет дальше жить. Мы не знаем, сколько мы будем жить, мои братья. Никто не застрахован от смерти. Поэтому каждый из нас должен готовиться к этому дню. Это очень великий день для каждого из нас. День смерти, это великий день. И каждый за это ответит. в Аллахе. Многие сегодня могут поклясться Аллахом, могут врать прямо в лицо. Это сегодня распространено. Почему? Потому что он это наказание на себе не чувствует. Просто мы сегодня настолько очистили, что нам, если с неба камень не падает, мы как-то не верим. Не верим полноценно в это. Это лаиф, ал-иман лаиф. Слабая вера у человека. Но не обязательно же, мои братья, если ты сделал грех, тебя должны прямо здесь наказать. Но посланник Аллаху обещал за это такое. Это же будет непременно. Просто вера должна быть крепкой. У веру надо от силосердно. Крепкой верой должна быть нешла.